Дорогие друзья, хочу рассказать пару слов о традиции ношения красной нити и христианском отношении к ней. Сегодня все чаще у людей на левой стороне запястья можно увидеть красную шерстяную нить. Во многом это дань современной моде, поскольку такую нить вносят многие российские и западные знаменитости, например, Мадонна, которая очень много сделала для популяризации данного аксессуара. Она, как известно, является давней приверженцей учения Кабалы. Это учение построено на отрицание единого личного бога-творца, то есть не имеет ничего общего с христианской верой. Также кабалисты практикуют магию, оккультизм, астрологию, то есть все те вещи, которые были запрещены богом в Библии. По мнению кабалистов, красная нить помогает оградить человека от негативной энергетики и злого внешнего воздействия, вбирая их в себя. На левую руку ее одевают потому, что, по мнению кабалистов, негативная энергия входит в человека через левую сторону. Но для того, чтобы эта нить защищала, она должна быть повязана определенным образом. При этом прочитываются специальные молитвы-заглинания. Для людей, которые не являются приверженцами кабалы, красная нить — это просто оберег от болезни, изглаза, людской зависти. Как же нужно относиться к традиции ношения красной нити? Люди таким образом пытаются защититься от зла, не прикладывая никаких личных усилий, не очищая своего сердца от страсти, не изменяя своей жизни. Этот путь проще и удобнее, чем путь покаяния и изменения себя, который предлагает христианство. Поэтому для многих людей он не такой соблазнительный. Сам по себе страх порчи, сглаза и колдовства выявляет в человеке неверие в промысел Божий и уверенность в могуществе силы зла. Такой человек либо сознательно отвергает Бога, либо номинально признавая существование Творца, тем не менее впадает в соблазн как-то обойтись своей жизни без него. Использует языческие средства по принципу «а вдруг поможет?». Почему такой подход в корне неверен? В символе веры каждый христианин исповедует веру в Бога Вседержителя. В писании сказано «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего. Нет, кроме меня». Еще в IV веке Лаудикийский собор принял 36-й канон, который предусматривает отлучение от церкви тех, кто носит талисманы. Те православные христиане, которые когда-либо использовали амулеты или талисманы, призваны раскаяться в этом грехе и впредь не совершать подобных грехов. Здесь следует сказать также несколько слов о христианском взгляде на нательный крест. К сожалению, существует заблуждение о том, что крест — это своего рода христианский амулет, который защищает человека автоматически, независимо от веры человека и его духовного состояния. Такие представления глубоко ошибочны, поскольку крест имеет спасительную силу не сам по себе, а вследствие нашей веры в того, кто на нем распят, в Иисуса Христа. Никакие святыни, будь то иконы, четки, ладанки, не имеют магического значения, а призваны только напоминать о Боге и подталкивать человека к молитве. Если человек действительно верит в Бога Творца, проявляет свою веру делами, старается жить по заповедям, участвует в церковных таинствах, то ему становятся не страшны никакие внешние воздействия, и для него нелепо и абсурдно искать защиты у неодушевленных предметов. Будем же разумны и не позволим суевериям смущать наше сердце.